Доброе утро, дорогие друзья! Накануне всё прогрессивное человечество отметило Всемирный День Мужчин. Вот вы о таком празднике, может, и не слышали, а его, между тем, уважают в ООН и других международных организациях. Вообще-то Всемирный День Мужчин не совсем про праздник и подарки, вернее, совсем не про это, ведь создавался он с весьма серьёзной целью и на научной основе. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением урологии в окружной клинической больнице Ханты-Мансийской, главный уролог Департамента здравоохранения игры Максим Станиславович Еломенко. Максим Станиславович, доброе утро. Доброе утро. Вот знаете ли вы, что премия в честь этого праздника вручалась вплоть до 2006 года, и она представляла собой небольшую бронзовую копию роденовской скульптуры «Мыслитель». Вот как вы думаете, почему? Ну, наверное, потому, что мужчина это в первую очередь не... Когда вы как уролога говорите, не только нижняя его часть. Да, да, это не только некое анатомическое образование. Так. А всё-таки мужчина начинается с головы. Это мыслитель. Мужчина это ум, мужчина это, как говорят, что это двигатель прогресса. И вот всё-таки, а как за основу этого праздника, праздника или всё-таки это вопрос, но это акцент, обратили внимание на мужчину не только по поводу мужского здоровья, да, что дискриминация какая-то существует. Вот вы как считаете, как... Существует ли она действительно? Хотелось бы услышать мнение мыслящего человека, который возглавляет, в общем-то, руководит, видите, теми людьми, которые помогают в мужском здоровье и, наверное, обращают внимание, в том числе, что у человека в голове происходит, у мужчины. Ну, видите, ситуация в том, что, наверное, если говорить по этому празднику, то дискриминация по гендерному признаку, дискриминация со стороны женщин. Я не считаю, что такая дискриминация у нас существует, ни в коем случае. Так. И за это спасибо. Всегда, всегда. Но здесь ситуация существует в том, что мы говорим о мужчине, о мужском здоровье, что, наверное, дискриминация со стороны своего мужчины по отношению к себе. Ага. Вот тогда давайте дадим определение, что такое мужское здоровье. Если сузим немножко тему нашей беседы, да. Ну, мужское здоровье, его можно понять узко, а можно понять широко, потому что всё-таки это в комплексе. Почему-то у нас занимаются мужским здоровьем урологи, то есть представляя мужское здоровье или мужчину в виде некого анатомического образования, которое находится ниже пояса и выше колена, ни в коем случае. Мужчина – это комплексное такое здоровье, начиная с головы, начиная с духовного здоровья, начиная с физического здоровья и продолжая же суживаться до каких-то органов или каких-то действий. Конечно же, мужское здоровье начинается с мужского воспитания. Воспитание – это когда ещё надо воспитывать ребёнка, когда он ещё поперёк лавки лежит. Это здесь начинается. Это культура поведения, культура мышления, культура, если в возрасте, культура образования, культура, даже то, что сейчас достаточно часто обсуждается, культура половой жизни в школе должна преподаваться. Это должно даваться мужчинам. Вот из этого складывается мужское здоровье, когда мужчина вырастает из особи мужского пола, вырастает в мужчину. Ведь мужчина – это понятие такое большое и серьёзное. И глубокое, и ёмкое. Конечно. Так, хорошо. Вот ещё один момент, о чём хотелось бы поговорить. Скорее всего, это актуальная новость. Совсем недавно состоялся конгресс по актуальным вопросам урологии в рамках российско-китайского форума. О чём там шла речь? И между кем? Ну, здесь достаточно такой ёмкий тема была российско-китайского форума и ежегодного конгресса урологов, где собираются все ведущие урологи со всей России. А прошлый год был ещё и юбилейный для российской урологии, то есть 110 лет, если я не ошибаюсь. 110 лет, да. И много сессий было разных. Одна из сессий была – это репродуктивное здоровье. Одна из сессий была посвящена мужскому здоровью, ну, не мужскому здоровью, а, скажем, мужскому половому здоровью. И здесь, конечно же, делятся все по направлениям. В теорологии она такая большая достаточно специальность, куда относятся и органы мочеполовой системы, и органы половой системы, и эндокринная система, и репродуктивное здоровье. То есть вот это всё заключает в себе мужское здоровье. Конечно, озвучивались проблемы, которые существуют во всём мире. Нельзя сказать, что Россия изолирована стоит от всех стран. Проблемы, можно сказать, что общие? Общие, основные проблемы – это рост онкологических заболеваний, если касаясь мужчин. И то, что мы говорим сегодня, собрались по поводу мужского здоровья, дня муж-мужчин. Это заболевания онкологические, мужской половой сферы. А почему, в чём заключается их рост? Из-за чего это происходит? Какова причина? Здесь также комплекс причин. Здесь одна из причин, ну, озвучивают, говорят, что возраст мужчин растёт. То есть продолжительность жизни увеличивается, соответственно, стали доживать до болезни. Да, мы просто доживаем до болезни. Второй момент – это отношение, то, с чего мы сегодня начали отношение мужчин к себе. То есть мужчина приходит и говорит, вот вы знаете, я, наверное, отравился печенькой. Я говорю, как печенька? Да, печенька я закусывал вот определённые напитки, которыми согрел. Или, как говорят, у моего друга такая-то история, вот не могли бы вы ему помочь. Да, я согревался, когда пять часов сидел на холодном ящике рыбалки. Да, ну, к себе надо относиться в первую очередь хорошо. Так, уважительно и беречь себя. А существует ли у нас в округе программа по сохранению здоровья мужчин? И в чём она заключается? Такая программа существует, тогда эта программа существует уже достаточно много лет. Причём инициатором её был тогда ещё Всеволод Станиславович Кольцов, когда он был директором департамента здравоохранения. И совместно у нас была создана программа по обследованию мужского населения округа. То есть это начальные её движения, начальные шаги заключаются в том, что обращаясь к терапевту, к любому специалисту, мужчина приходит, он должен взять контрольный анализ простатоспецифического антигена, который является показателем заболевания, онкологических заболеваний предстательной железы. Это обследование, сбор жалоб и анамнеза терапевтом или каким-то специалистом, к кому обратился мужчина, и при необходимости, при существовании каких-либо жалоб, направление к урологам. Ну и, соответственно, это расширение сети урологических кабинетов и ставок уролога в окружных больницах, тогда не окружных, тогда были городские, районные больницы, окружные больницы, для того, чтобы была доступность к урологам. И в настоящий момент у нас 69 урологов в округе, и если говорить о том, когда всё это начиналось, урологов в Ханты-Мансийске у нас было четверо, то сейчас на настоящий момент у нас 8 урологов. Так. Урологи не делают больно, урологи не делают плохо, урологи стараются, чтобы мужчине было хорошо, впоследствии хорошо. Так вот, дорогие друзья, здесь нужно вспомнить опять же и возрастные особенности. Если вам немного копило сердечко за 30, ну а если мужчина говорит за 40, то регулярность обращения в профилактических целях к специалистам должна быть постоянной, правильно? Конечно. Как минимум раз в год, верно? Как минимум раз в год. Скажем так, если вы достигли того возраста, когда много хотите, почти всё можете, тараканы уже сдохли, а маразм ещё не наступил, то обращайтесь к урологам, приходите, даже для того, чтобы сохранить этот возраст как можно дольше, для того, чтобы сохранить своё здоровье. Максим Станиславович, большое спасибо. Я уверен, что у нас в округе будет всё больше и больше здоровых мужчин, невзирая на увеличение продолжительности жизни. Спасибо. И до новых встреч. Хорошего дня. Будьте здоровы, берегите себя.